Рад приветствовать на канале, посвященном пилотированию планеров или глайдеров, как говорят американцы. Здесь мы будем продолжать разбирать эту тему. Первые три видео уже есть на канале. Это, скорее всего, будет четвертым. Долго не доходили у меня руки до того, чтобы это как-то смонтировать, выпустить, записать. Но я думаю, даже сейчас побыстрее пойдет, потому что чуть-чуть разгреб свои дела. Так вот, я хочу в этом видео рассказать, как я вообще пришел к планерному спорту, как это у меня все началось, почему планеры, а не там самолеты, парапланы, еще что-то. Что в этом круто, как это работает, свою историю, короче, в этом спорте. Итак, мне, в принципе, довольно далеко, давно точнее, начали нравиться все вещи, связанные с авиацией. Я даже скажу, что первая вещь, связанная с полетами, которая была в моей жизни, это я прыгал на велосипеде. И тот момент, когда ты как бы отрываешься от земли, и те несколько секунд полета, которые у тебя есть, мне очень нравились. И какие несколько секунд, зачастую это там полсекунды какие-то. И, наверное, наверное, с этого все началось. А потом, наверное, таким следующим важным шагом в сторону авиации было то, что я прыгнул с парашютом. И еще это был Д-5, круглый. Никому не рекомендую прыгать с круглым, потому что есть спортивные крылья, это намного лучше. Но, как бы, мне тогда понравилось. И в первый раз меня не очень зацепило, но потом я прыгнул все со спортивным управляемым крылом. Мне прям очень понравилось. И я увлекся прям в году в 2016-15, наверное, парашютным спортом. Прошел АФ-программу и так далее. Ну, кто в теме, тот знает. И это все ближе меня пододвигало к тому, чтобы увлекаться авиацией в целом. И тогда же я начал пробовать на маленьких легкомоторных самолетах летать. Самое прикольное было Як-52, который выше пилотаж делает и так далее. И я начал, начал, как бы, я даже толком, когда я начинал этим заниматься, я не верил, что я, ну, даже не верил, не то, что не верил, а скорее не думал о том, что я далеко как-то пойду. Но я пошел на, это называется, ground school, по-нашему наземная подготовка какая-то, еще у нас. И прошел там обучение вот на пилота, как это называется, одномоторного самолета. Чисто теория, чисто ground school, чисто вот наземная подготовка. То есть, по сути, ничего такого. И там был у меня, наверное, один взгляд какой-то. И вот с этой базой, с этим бэкграундом каким-то я уехал в Америку. И потом я начал, как бы, когда там обосновался, машину купил, квартиру снял, вот эта вся суматоха прошла. Начал посмотреть, что здесь прикольного можно сделать. И нашел сначала... У меня, в принципе, вот я картинку просто нашел в интернете. У меня много из этого начинается. Просто увидел картинку вот этого планера. И я подумал, круто, как бы, прикольная штука. Просто хочу попробовать. Потому что я до этого там летал на парапланах, парашютах, самолетах и так далее. И тут увидел планер, черт, надо попробовать. Я люблю пробовать новые какие-то штуки, особенно если это летает. И начал смотреть, что вокруг меня есть. И также еще я начал посматривать по поводу обучения полетом на самолетах. И в какой-то момент я, во-первых, нашел, по-моему, я сначала... Я жил возле Вашингтон, Ди Си. И на тот момент... И я начал искать какую-то... Какой-то аэродром там, где проходит обучение. В этой аэре. И нашел там, где обучение было на Цеснах. Ну, вот эта классика какая-то, 152 Цесна и так далее. Я не сильно на них разбираюсь. Поэтому я могу цифры путать. Может, куда-то поправить. Так вот, я попробовал полетать. Я нашел этот аэродром, там, где есть обучение. Приехал, поспрашивал, узнал по ценам, что почем. И как это происходит, сколько часов нужно налетать. И попробовал сделать один полет на этой Цесне. У меня был один взлет, там, сколько? Полчаса, наверное, мы полетали. Ну, это прикольно, но я не могу сказать, что мне вот прям супер понравилось. Потому что это довольно старый aircraft. Он... Когда возвращаешься, то ты полчаса был в метре от нешумоизолированного здорового двигателя, который долбит... Ну, ты возвращаешься, у тебя такая, там, голова гудит и так далее. То есть, это не совсем про фан и про комфорт. Плюс, там много всякой ерунды. Ты обслеживаешь обороты двигателя. Вот эти все... Подачу больше газа, меньше газа. Короче, там много параметров. То есть, это все выглядело как довольно... Мне просто нравится новая охуенная техника. Новая классная реальная техника. Эта Цесна, она... Ничего плохого не хочу сказать. Просто одни не было вот этого ощущения офигенной новой техники. И много мороки. И не так много было фана. И... Ну, то есть, это прикольно. Это тоже классно. Это офигенно. Но просто вот есть свои минусы. Все мы понимаем, что летать на самолетах это охрененно. Но вот есть свои минусы, о которых я сказал. Поэтому я говорю больше о минусах, а не о плюсах. Не потому что там на Цесне как-то плохо летать. У меня есть суперлетать. Просто есть свои моменты. Так вот. И потом я нашел в шести часах от Вашингтона аэроклуб, в котором просто можно было взять и полетать. И этот полет довольно недешево стоил. Там один взлет 180, кажется, долларов. И это обычная цена. Но это обычная цена. Но в следующем видео я расскажу, как в 10, черт возьми, раз делать это дешевле. Вот серьезно, в 10 раз. Я просто обещаю. И это мега метода. Так вот. Возвращаемся к этому. 180 баксов один взлет был. И я полетал. Или 186. Полетал. И мне реально понравилось. Потому что это, во-первых, очень... ASK-21, на котором я летал, то есть ASK-21, Aircraft, он просто охренительный. Это просто спорткар в мире авиации. Потому что он просто отлит из углепластика какого-то. Реально вот открываешь, там этот canopy, заглядываешь вовнутрь. Там реально просто отлита из углепластика, стеклопластика. Я не знаю, из стеклопластика, кажется. Он просто весь вот монокок такой. Он с новыми приборами управления. Он весь такой, типа, классный, новым. Пахнет новым. Он выглядит новым. Он идеально зализанный весь. Короче, он создает ощущение вот именно охрененной машины. И мне, во-первых, это понравилось. Во-вторых, когда ты на нем летаешь, он... То, что он охрененно управляется, вот это все, это как бы... К этому позже вернемся. Но когда ты на нем летаешь, у тебя много фана. И мало вот мороки. То есть, тебе там... Ты не паришься с двигателем. Ты не паришься... Короче, ты ни с чем не паришься. У тебя очень много, большая концентрация фана. Мало мороки. И при этом еще и пилотирование планеров, глайдеров, делает тебя очень крутым пилотом. То есть, это более... Это в чем-то как бы более простая, но в чем-то более сложная подготовка. Потому что у тебя нет... На второй круг уйти, тебе... Каждый твой лендинг, это... Ну, то есть, идеально ты должен... То есть, если ты летаешь на самолете, господи, сажайся, как попал. Потому что ты, если шок, дал газу на второй круг. На планерах ты... У тебя каждый взлет. Точнее, каждое приземление. Это единственное приземление. У тебя нет вариантов таких. Короче, это одновременно много фана. Это круто. Это ощущение brand new aircraft. Вот, очень крутого. Это... Это тихо. Ты летишь, и все, что ты слышишь, это свист ветра. И как бы ты еще на этот свист ветра ориентируешься, как бы, скорость твоя. То есть, чем ветер свистит сильнее, тем ты быстрее летишь. Чем ветер, как бы, тише, тем ближе там стал спид. Это скорость свала, кажется. Свала, да, наверное, на русском. Так вот. О чем я сказал. О том, что это мало мороки, много фана. Brand new aircraft. Очень классное ощущение. Тихо. И... И, в принципе, вот такая какая-то единение с природой. Плюс, как сказали некоторые... Как сказала одна моя инструкторша. У меня, кстати, там были и инструктора, и некоторая... И одна женщина-инструктор. Что забавно. Ну, что круто. Потому что, вот, человек не ноет. Это просто... Я сейчас отойду немножко от темы. Но есть куча нытьябра. То, что вот, женщины там не представлены в какой-то профессии. Господи, вот. Мне нравится вот эта женщина-пилот. Она просто... Она не ныла. Она просто пошла и стала пилотом. Вместо того, чтобы рассказывать о том, что... Женщин мало пилота. Вот, черт возьми, никто не мешает. Пошла, взяла. Охрененный пилот. Просто топчик. Летает, блин, тащит вверх, как никто. И плюс, полеты на планерах, это... К чему я говорил? К тому, что она сказала, что летать на самолете, это как driving этот car on a highway. То есть, что для нее, это полет на самолете, это как типа на машине ехать. А полет на глайдере, это прям тонкая игра с природой, когда ты ловишь восходящие потоки, ты там решаешь какие-то задачи, ты постоянно анализируешь миллиард просто всего. То есть, полет на самолете, это утилитарно больше. А полет на глайдере, это искусство. Это, черт возьми, просто настоящее искусство. И так вот. Я начинаю будаться в мыслях. Возможно, я это вырежу. Это были причины, почему я пошел именно на глайдеры. То есть, я полетал на самолетах, мне понравилось, но были какие-то issues. Я пошел на глайдеры, я полетал, я просто вообще протащился. И единственное, что в том месте, в шести часах от меня, это было не вариант, потому что туда, черт возьми, сколько переть. Это очень далеко было. Я не мог... Ну, то есть, я мог бы в теории снять что-то рядом, пожить какое-то время рядом, пока я у них учусь, или вот, короче, но это сложно было, плюс дорого. И это просто, я не знаю... С одной стороны, это реально случайность, а с другой стороны, я хочу сразу вот эту идею помножить на ноль, что типа успех любой там, в любом мероприятии, это просто случайность. Нет, как бы, когда ты тысячу раз пробуешь, то один из этих разов у тебя будет успешная случайность. А все остальные будут неуспешная случайность. И это то, как и работает, когда вы много пробуете и правильные вещи делаете, вам везет. Так вот, мне повезло в том, что я просто расплачивался за полет, и какой-то чувак... Ну, американцы любят эти small talks, и какой-то чувак начал что-то... Или я с ним начал тренировать, я вообще стараюсь тоже поддерживать эту, как называется, тенденцию, привычку small talks, потому что ты разговариваешь в английский, и ты вливаешься в коллектив. Я с ним начал говорить, и он мне сказал, типа, откуда ты? Я говорю, from Washington, D.C. Он сказал, что, чувак, у тебя там рядом есть вообще-то клуб, в который, как бы, ты сюда перешься черти сколько, ты там рядом можешь... Ну, не рядом, там полтора часа, а не три ехать в одну сторону, но это уже что, да? И он мне сказал, как бы, там есть, ты вообще их этот набери, давай, я тебе дам номер. И он мне дал просто номер. Причем я обгуглил, я прогуглил все просто по полной. Эта индустрия сама, что парашютов, что самолетов, самолетов еще больше, чем парашютов, она очень не оцифрованная. И... И что? И получается, поскольку это очень не оцифрованная индустрия, я гуглил полеты на глайдерах, там, и так далее. Я в Washington, D.C. ничего не находил, кроме вот этого в шести часах туда-обратно. И он мне дал номер телефона, я созвонился, и мне сказали, как бы, чувак, да, есть такое, но надо понимать, что это клуб, и там есть свои плюсы и свои минусы. И об этом клубе и так далее я расскажу уже в следующем видео, потому что, я думаю, я тут уже наговорил черти сколько. И именно вот мне там дали контакт этого клуба, которым я в итоге занимался. И фишка этого клуба в том, что это комьюнити бывших пилотов, некоторые на файер-жетах летали, которые, как бы, учат людей, и это очень крутое место. Так вот, это видео было о том, как я вообще попал в этот вид спорта, и вот такой долгий путь от прыжков на велосипеде до случайного чувака, который дал на случайный номер. И я в итоге начал летать. Я хочу сказать, что я вообще очень рад, что я такой путь к небу начал. Ну, как, по сути, я его начал с парашюта, но именно путь к становлению пилотом я начал с глайдеров, потому что у этого прям куча плюсов, о которых я еще буду упоминать в других видео. И что я хочу сказать, что я получил, я не знаю, об этом надо, наверное, отдельное видео снять, но я получил лицензию пилота, американскую, United States Private Pilot License, и это мега круто, я чертовски рад этому. И, блин, я об этом все вам расскажу на этом канале. И подписывайтесь на мой инстаграм, потому что, как бы, это меня будет радовать. Я там тоже что-то выкладываю. И подписывайтесь на этот канал обязательно просто. И у меня еще есть канал в Телеграме про пилотирование глайдеров, туда тоже можно заглядывать. И у меня вообще куча всяких каналов, аккаунтов, социальных сетей и прочего. Если есть какие-то вопросы, пишите. Я этот канал, я зачем вообще создал? Потому что я пока учился, я понял, что на русском языке вообще нет никакой информации. И никакой. Прям просто вообще. и вся информация дико устаревшая на русском. А в англоязычном интернете она как бы есть, но, во-первых, ее надо понимать, они все в достаточной мере владеют английским языком, что вот эти технические термины и так далее, стал, спид, что-нибудь. Ну, это же надо знать, что такое я или ролл или так далее. Поэтому я буду рассказывать про реально, нормальный, современный мир глайдеров на русском языке на этом канале. и этим заполню вот эту дырку информационную, которая, которая есть в мире. На этом все. Подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok